А, Б, В, Г, Д, П, Р, Т, У, Э, Ш, Ю, Ю, Я, 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 Я. Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня и со мной мои собачки, а еще у меня есть много других питомцев. Так что подписывайся на канал, жми красную кнопочку внизу и колокольчик, чтобы первым узнавать о новых роликах. Я Юми, а это Эйвен и Софи. Привет. Привет. А я Миша. Лайк, если хочешь скорее новое видео. Мы с вами, ребята, уже поговорили, чем отличаются дорогие щенки от дешевых, как выбрать щенка, какие вопросы задать заводчику. И вот, если вы уже купили щеночка, то теперь вам нужно придумать ему имя или любому другому питомцу. И поэтому сегодня мы поговорим об этом. Как выбрать имя своему щеночку или другому своему питомцу? Во-первых, я считаю ошибочно пойти и писать в интернете, что вот у меня есть такое-то животное, как мне его назвать. Потому что хозяин, как мне кажется, должен сам выбирать имя для своего питомца. Обязательно нужно помнить, что имя своего питомца вы будете говорить и слышать постоянно. Поэтому оно не должно вам резать слух и должно, конечно же, вам нравиться. Также, ребята, не стоит забывать, что смысл клички в человеческом понимании будет безразличен для вашего питомца, потому что он просто-напросто не знает значения этого слова. Мне кажется, что выбирать имя для своего питомца заранее – это опрометчиво, потому что вы должны руководствоваться не только своими желаниями, но также и характером вашего щеночка, собачки или котенка. Может быть, прозвучит это странно, но я, например, верю в энергии. И я считаю, что давать для прикола имя, например, хомячку Дракула или какое-нибудь слово «гигант» – это не очень правильно, потому что это влияет на его энергию. А если энергия противоположна тому, что из себя представляет животное, то это не совсем правильно. Это то же самое, что назвать огромную, крупную, сильную, сторожевую собаку именем Пушок. Кличка, она все равно передает энергию вашему питомцу и влияет на его характер. Поэтому я бы вообще не стала использовать имена какие-то страшные, например, Дракула или Мефистофель, или называть собаку как-нибудь там дьявол. Некоторые, например, подбирают имя по значению, то есть так же, как выбирают имя ребенку. И мне кажется, что значение имени действительно влияет не только на нас, на нашу жизнь и судьбу, на людей, но точно так же происходит и с питомцами. Как я выбирала имя для Юми? На самом деле я сначала не знала, как ее назвать и решила заранее не выбирать никакое имя. Но у меня, когда я увидела ее фотографию, когда я еще ее не встретила в жизни, я увидела ее фотографию, мне пришло в голову что-то японское. Когда мы ехали ее забирать, я перебирала в голове всякие разные японские имена, мне пришло в голову имя Юми. И когда я ее увидела, я поняла, что ее на самом деле так и зовут Юми. И выяснилось, что по-японски Юми делится на два слова, как красота и поклон. Ну и переводится еще как благоухающая красота. И я подумала, что это имя ей подходит и уже не стала придумывать какое-то другое. А вот с Эйвеном, например, получилось совсем по-другому. Я узнала, что его зовут Эйвен, когда мне его подарили. Мне сказали, что назвали его в честь дерева жизни из аватара, фильм такой был. И называлось то дерево Эйва. И его назвали просто в мужском варианте этого имени. И я подумала, что это действительно мне нравится и мне подходит этот вариант. И, наверное, я не буду его переименовывать. И вот очень часто такое бывает, когда заводчик называет каким-то именем собаку или котика. И вы потом берете питомца к себе. Чаще всего мы передумываем имена, придумываем другие. Когда у меня появилась София, я целенаправленно выбирала имя. Я поняла, что она такая веселая, игривая, заинтересованная. И у нее при этом было что-то в ней грациозное. Я подумала, что ее нужно назвать как-нибудь по-французски. И потом почему-то я подумала об имени Софии. И решила проверить, что оно значит. А означает имя Софи мудрость. Это значение работает. И она действительно у меня очень умная, мудрая собака. Да. Нельзя лизать. Кто знает нашу историю про Мишу, как мы ее спасли в ветеринарке от усыпления, тот понимает, что, конечно же, это было неожиданно. И поэтому заранее как-то я не подбирала имя. Но когда я ее взяла, я поняла, что она такой медвежонок, такой пушистый, шоколадный. И поэтому мне пришло в голову имя Мишка. Тем более я знаю, что существует очень редкое, но имя Миша женское. Я особо значений много не нашла, но я проверила также длинный вариант этого имени, Мишель. И он означает слово Божественное. Так что Миша у нас Божественная. Мы должны понимать назначение этого питомца. То есть, если это какой-нибудь маленький грызун, всякие пушистики, то здесь можно было бы выбрать какое-то милое, приятное на слух имя. А если это, например, котенок или кошка, то тут, или собака, то тут зависит, скорее всего, еще и от породы и от назначения. Например, у тех же собак у них есть определенные функции. И если это собака сторожевая, то называть ее стоит каким-нибудь мощным, сильным, хорошим именем. Ну, к примеру, вот сейчас просто в голову пришло Харт. А если это собака, например, охранная, или это собака для охоты, или это собака компаньон, то имена уже будут другие. Я считаю, что нельзя называть собаку именем для прикола. Это как бы, по сути, посмеяться над ней. Поэтому я бы не называла свою собаку или любое другое животное каким-то приколом. Например, хозяевка. Не стоит называть свою собаку или любое другое животное каким-то чужим именем, именем какого-нибудь героя фильма, мультфильма, или книги, или актера, или еще кого-нибудь, кто вам нравится. Потому что таким образом вы, получается, обезличиваете своего питомца. Каждое существо индивидуально и уникально точно так же, как и мы. Это то же самое, что назвать своего ребенка, или если бы вас назвали именем Майкл Джексон. По-моему, это не очень хорошо. Или если бы я, например, назвала своего маленького, веселого, позитивного щеночка именем какого-нибудь маньяка или преступника. Какую судьбу я пророчу ему, и что я вообще подразумеваю под этим? Во-то я была бы крутым супер-героем. А это ребята, которым мы передаем приветы с нашего канала. За то, что они делают репосты до Софии. Наши. Вы из нашей группы ВКонтакте или со страницы мамы ВК. Чмок. Одним из важных моментов в выборе имени должна быть простота его произношения. То есть, сложные имена произносить достаточно тяжело, и вы, скорее всего, все равно придумаете сокращенный вариант. Сейчас, кстати, есть очень много сайтов, на которых перечислено огромное количество имен не только для собак, кошек, но и для других питомцев. Прямо по алфавиту. И можно выбирать любое, которое вам нравится, смотреть значение, и уже подбирать под вашу собачку или другое животное. И, конечно же, кличка должна подходить назначению вашего питомца, животного, полу и породе. А еще, ребят, я бы посоветовала вам не называть своего щенка, собачку или другого питомца каким-то предметом или известным словом, таким, например, как айфон, макдак, старбакс или еще как-нибудь. Или... да... Это равносильно, как если бы вас назвали ВКонтакте. Есть еще очень интересный способ, который, конечно же, вряд ли сработает, например, с хомячками, попугайчиками или какими-то мелкими животными, но, например, с крупными. И также с собаками и кошками он действительно может вам помочь, если уже вы совсем отчаялись. Можно взять прямо алфавит, начиная от буквы А до Я, и начать его читать, наблюдая за реакцией своего питомца. И на какие-то определенные буквы он, скорее всего, явно среагирует. И вы можете их записать себе и посмотреть, что это за буквы, и тогда уже на них смотреть имена. Или, например, вообще их сочетать и придумать какое-то свое имя из этих букв. А. На букву А, как вы видите, реагируют и София, и Миша, и Юми. Б. В. Г. Г? Буква Г, Эйва. Д. Ж. Ж. Юми, тебе понравилась буква Ж. Буква З. И. К. Л. Л. М. Н. София вообще ушла. О. Все заняты своим делом. П. Р. Вообще буква Р считается противоречивой, потому что эта буква в имени животных считается немножко агрессивной. С. Т. Эйвен пришел на букву Т опять. У. Буква У, по-моему, никого не интересует. Ф. 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 Х. Миша, тебе нравится буква Х? С. С. Ч. 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 Ш. Ш, ты шуми, 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 да? Ш, э, ю, ю, да, ю. Я-я-я-я-я-я-я-я. Но если вы попробуете сделать это с одной собакой, особенно если она еще маленькая, щенок, и вы еще не придумали имя, то, скорее всего, вы точно найдете какие-нибудь подходящие буковки. Я надеюсь, вам помогут мои советы. Не забывайте подписываться на оба моих канала. И скоро увидимся. Пока!